Ваш насыщенный график полон различными мероприятиями. Это встречи, это какие-то приемы, культурные, спортивные мероприятия. Складывается впечатление, что у президента совсем нет выходных. Но при этом вам удается подавать яркий пример. То есть бодрости духа, силы воли, при этом вести здоровый активный образ жизни. Скажите, пожалуйста, как вам это удается? Как вы все успеваете? Дело не в том, что я настолько занят, что у меня нет выходных. Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Это факт. Но за какое-то время, если мне нужно, я могу спланировать абсолютно самостоятельно свой рабочий день. Да, я абсолютно повязан мероприятиями, я не могу там отлучиться. Еще и потому, что в Конституции у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия. Я даже если беру там 3-4 дня или неделю так называемый отпуск, это не отпуск. Я просто не провожу публичных мероприятий. Вот в этом плане тут выходных не может быть. Поэтому, да, ты человек в этом плане зависимый и чисто юридический. А так, в принципе, я могу выбрать время для того, чтобы там пойти в лес и поджарить шашлык, к примеру. Ну, заранее только, чтобы у меня там мероприятий каких-то не было. Поэтому не надо думать, что уже президент там сидит с утра до ночи и ночью спит, какие-то бумаги вырошит, а потом ректор академии принимает, главу администрации, потом кадровый день и так далее. Но вся жизнь, вот, допустим, моя, но, я думаю, и других президентов, это вот белка в колесе. Вот ты вскочил и крутишься там, бегаешь, бегаешь по нему. Но я говорю, слушай, как? 25 лет это можно бегать. А ты привык, а колесо крутится, а куда деваться? Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя там будет бросать. Это уже образ жизни, ты уже к этому привык.